Всем привет, ребята! Как у вас дела? Прошел уже целый месяц, и мы вернулись ко второй серии, ко второй части моего дневника похудения на правильном питании и спорте. И давайте начнем. Я сейчас снимаю дома, где очень много детей, поэтому заранее извиняюсь за лишние звуки. Могут быть какие-то крики странные. Это мои дети. И я снимаю на балконе. Если вы первый раз на моем канале наткнулись на это видео, то обязательно посмотрите первую часть этого дневника, потому что я считаю, что так вам будет намного полезнее. И немножко, на самом деле, в последнее время я задумалась о том, стоит ли мне продолжать снимать этот дневник, потому что я замечаю очень много нездоровых мыслей и нездорового поведения при своем похудении, потому что у меня расстройство пищевого поведения. И я очень сильно боюсь, что могу кому-то из вас передать свои неправильные мысли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поэтому огромный дисклеймер. Я не врач, я не профессионал. Я просто обычный человек, который проходит этот путь. Я на этом пути уже лет 8, наверное, если не больше. И я делюсь, и я просто рассказываю, что я делаю, и делюсь своим опытом. Ну, цифра второй месяц был не так успешен, как первый месяц, но я добилась очень больших результатов. Это я поняла, почему я переедаю. Я раньше не понимала, а сейчас я прямо как будто вот докопалась до сути и поняла, почему я переедаю. Первое, второе. И я привыкла к спорту. И спорт у меня стал более регулярнее, чем он был в первом месяце. Самое главное, третье, это то, что я не бросила, я продолжаю это делать, и мы вместе с вами идём к цели. Медленно, но идём к цели. Это самое главное. И четвёртое. Несмотря на частое переедание в этом месяце, я не набрала вес. Я думала, что я так начну это видео. В принципе, я так и начала. Но я вспомнила, вообще в целом очень многое пришло ко мне в голову, и я опять взяла себя в руки, и у меня сейчас есть минус в цифрах. И я скинула 2 килограмма. В начале месяца, 27 апреля, я была 64-70, сейчас конец мая, и сейчас 30 мая, и я вешу 62 килограмма. Потому что последние 2 килограмма я скинула за 2 недели последние. Первые 2 недели я жутко переедала. И давайте попытаемся разобраться со всем этим. Почему же я переедала? В целом, почему первые 2 недели я не скидывала вес? Я потеряла стабильность питания. Первые месяцы, если вы помните, у меня было прекрасное питание. Первые 2 недели я срывалась очень много. Я была в Астане ещё. Сейчас я в посёлке Жанарке, в доме родителей. Тогда я была в Астане. Если вы посмотрели мой последний влог, у меня был бешеный режим, у меня были экзамены, у меня были сессии, сессии шли. Я очень много работала, я очень много училась, я очень много занималась спортом, я очень много... Я и готовила себе, у меня питание, всё было прекрасно. Я считаю, что перегорела я. Я очень сильно устала. И как только закончились мои экзамены, я почувствовала сильное облегчение, что всё, я могу не учиться. И в этот момент я решила отдохнуть просто от всего кожи. И, видимо, от правильного питания тоже, потому что я просто валялась, ничего не делала и особо себе не готовила. Питание у меня ужасное было. Я ела один-два раза в день, пропускала завтраки, ела один-два раза в день, и эти один-два раза в день я ела что-то неполезное. То есть я не выходила сильно за рамки своего калоража, но я не делала дефицит калорий и не занималась спортом, поэтому я не похудела. Также у меня были очень частые срывы. Хочу сейчас прямо остановиться на срывах. Так как у меня питание пошло неидеально, я начала себя винить. Что происходило в моём мозге? Ну, как я... Это скорее... Может быть, я не права, но я так чувствую. Мне кажется, я так чувствую, что я чувствовала сильную вину. Чувствую вину за то, что я не придерживаюсь своего правильного питания. Допустим, я сегодня превысила... съела что-то невредное, например, Макдональдс. И на следующий день для того, чтобы убрать этот Макдональдс с весов, конечно же, я каждый день взвешиваюсь. Это тоже очень неправильно. Надо взвешиваться, ну, хотя бы раз в неделю, не каждый день. Я взвешиваюсь каждый день. Это очень плохо. Потому что это очень сильно влияет на моё настроение на весь день. Так вот, я поела Макдональдс, на следующий день я боюсь вставать на весы. Я чувствую сильное чувство тревоги, чувство вины. И я хочу себя наказать за это. Я хочу быстрее убрать на весах вот эту цифру, которая прибавилась из-за Макдональдса, скорее всего. Я иду голодать. Я весь день... В моих мыслях то, что мне нужно голодать, мне нужно мало есть, мне нужно быстро скинуть. И я, когда думаю о том, что я хочу голодать, я себе запрещаю кушать на протяжении, там, допустим, всего дня. Вот я голодала. И обязательно, если я заставляю себя голодать, если я себе сильно что-то запрещаю, у меня получается срыв. И в этот момент я веду себя просто неадекватно, я начинаю переедать, я начинаю есть очень много. Это, как я уже много раз упоминала, как будто мой мозг отключается, и я веду себя как животное, я ем просто всё, что вижу. И причина этого срыва в том, что у меня было чувство вины, я заставляла себя голодать. Вот этот круговорот может продолжаться бесконечно. И из-за того, что вот у меня случился срыв, на следующий день я опять заставляю себя голодать. И этот голод опять приводит к срыву. Да, может быть, за день голода я могу там скинуть быстро один килограмм. Но это, поверьте мне, не один килограмм жира, это, скорее всего, один килограмм твоих мышц. И это ужасно. Поэтому причинами, причиной моих срывов оказался голод, оказались запреты. В принципе, наверное, подсознательно я это всегда знала, но вот сейчас я убедилась в том, что голодание приводит к срыву. Просто всегда. И причина моего переедания это то, что, например, вот сейчас я знаю, что я уже... Ну вот, у меня началось переедание, и почему я съедаю очень много? Потому что я думаю, блин, я сейчас раз говорю очень медленно, потому что я супер сконцентрирована, и я прям, когда говорю, я представляю это. Когда я монтирую и смотрю эти части, мне это не нравится. Когда я голодаю, я, получается, вот ем, я понимаю, что завтра я не могу это всё есть. Я знаю, что завтра у меня будет опять правильное питание, у меня завтра опять будет диета, мне завтра нельзя будет много есть. Поэтому сейчас мне нужно съесть максимально много, максимально всё, что я вижу, всё, что я могу, потому что потом мне это будет нельзя. Вот как думает мозг, и вот почему я очень сильно переедаю, почему происходят мои импульсивные вот эти переедания. Этого нельзя допускать, поэтому, пожалуйста, не запрещайте себе кушать. Кушайте. Самое идеальное похудение это когда вы кушаете, занимайтесь спортом. Вот. И, слава богу, это велось только две недели. К концу второй недели я набрала где-то килограмм. Получается, какая у меня была картина. Начало второго месяца, вначале всё идёт хорошо, я также держу правильное питание, занимаюсь спортом. Спортом, кстати, я начала заниматься намного лучше, регулярнее. Я скидываю один килограмм, я вижу 63 уже. И вот эти вот переедания начинаются, начинается срыв, начинается потеря стабильности в питании. Какие умные слова использую, как будто бы. Я перестаю заниматься спортом, я набираю один килограмм. Я чувствую себя ужасно. Я потом приезжаю в Жанарку. В Жанарке я также... Вот я вижу 64. И потом в какой-то момент, боже, спасибо, что есть мой YouTube-канал. Я понимаю, что я сейчас иду не туда. Я понимаю, что я проходила через это 500 раз за всю свою жизнь. Я понимаю, что если я сейчас не остановлюсь и не вернусь в свой путь, если я не вернусь к процессу похудения, то все мои силы за последние... Все мои усилия просто уйдут никуда. Дальше я приехала в Жанарку. В Жанарке у меня очень сильно поменялся режим питания в целом абсолютно, потому что тут я живу с родителями. Я не могу себе готовить только. Я готовлю всем. И всем не подходит моё питание, потому что, как вы видели в Астане, я питаюсь в основном гречкой, курицей и овощами. Вот. Тут все едят прям настоящую такую домашнюю тяжёлую еду, но полезную, потому что она сделана из правильных продуктов. Можете моё влоги посмотреть последним, который уже вышел или выйдет, про то, как здесь очень много высококалорийной еды, жирной такой, мясной, мучной. Но всё равно мои родители поддерживают правильное питание, как-то более-менее. На завтрак у нас всегда каши, у нас всегда есть варёные. Не всегда, но часто бывают варёные яйца, кашки. У нас в обед, да, мы едим типа что-то лагман, манты, жаркое, плов. И здесь для того, чтобы продолжать худеть, я решила отказаться от ужинов, потому что я знаю, что это не постоянное. Мне это подходит. Я знаю, я раньше это много раз делала, я знаю, что я могу так худеть. Если вам это сложно, то лучше не делайте, если вы чувствуете сильный голод. Как вы видели, в Астане я ужинала и прекрасно продолжала худеть. То есть ужинать — это классно. Просто здесь, так как я за обед съедаю, за завтрак и обед съедаю веселый колораж всего дня, я отказываюсь от ужинов. То есть завтракаю я кашей, яйцами, сухофруктами, творогом. На обед я ем всё то, что я и сказала, домашним просто еду и ужин пропускаю. Могу съесть там яблоко. Вот то, как я питалась уже на рке. И за последние две недели скинула два килограмма. И спорт у меня тут был просто минимальный. В основном я занята домашними делами. Я делаю там, потом то готовлю, то убираюсь, с детьми вожусь, лежу, смотрю, дарамы, сплю. Вот. Спорта было мало, но он был. Это классно. В Астане он был более регулярный, здесь его намного меньше. Но это уже чисто фактор лени. Мне всегда, когда я меняю обстановку, мне приходится заново заставлять себя заниматься спортом. Мне надо войти в этот поток спорта, а это очень сложно всегда. Но я думаю, что у меня осталась неделя. Сейчас мне надо за неделю попытаться зайти в этот поток спорта, а потом опять я поеду уже через неделю в Астану, и мне придётся в Астане заново входить в этот поток спорта. Ненавижу. Поэтому я не люблю переезжать часто, но вся моя жизнь состоит из переездов. Теперь я хочу ответить на ваши вопросы. Первый вопрос. Устраиваю ли я себя один раз в неделю чек-мил? Нет, я не устраиваю чек-милу. У меня нет запланированного еженедельного чек-мила. Чек-мил я себе иногда устраиваю, если есть прям большой повод, как день рождения кого-то, или меня позвали в гости, или же, например, мы с друзьями собрались попробовать какую-то новую кухню. Последний раз это была грузинская кухня. Тогда, да, я себе не запрещаю вообще есть что-либо. Я всё ем, потому что мне интересно всё попробовать, но я стараюсь есть каждое всё, но по чуть-чуть. И чаще всего в тот день чек-мила, как это назовём, я пропускаю какой-то приём пищи. Это не завтрак. Завтраки ненавижу пропускать. Если, например, мой день рождения вечером, я пропускаю обед. Или если это обедом, если это в обед, то я пропускаю ужин вот так, чтобы не выходить за рамки дефицита калорий или хотя бы за рамки калоража на день. В целом я себе же не запрещаю что-то приятное. Если я хочу это сильно, я могу себе позволить это съесть. Просто первая мысль, я думаю о том, что стоит ли это того, что это заметит мой процесс похудения. Если я говорю, да, это стоит, я прям хочу, то я себе говорю, потому что, может, завтра на завтрак это будет менее вредно для моего именно похудения. Если я нет, прям сейчас хочу, то я говорю себе, ну, хорошо, ну, просто окей. Поэтому я себе стараюсь ничего не запрещать, потому что, когда ты себе что-то запрещаешь, ты это ещё больше хочешь. А ещё я представляю себе то, как я это уже съела, например, Макдональдс, да, я вот представляю вот это чувство тяжести в желудке, после того, как ты уже съел это всё, я себе говорю, ну, стоит ли это того, а если... Чаще всего ответ нет, не стоит. Второй вопрос, как я ухаживаю за своим телом? Какие-то массажи, скрабы? К сожалению, нет, никогда не интересовалась особо этим вопросом, так что я поняла, что, да, это может быть большое упущение в моём процессе похудения, и если вы знаете что-нибудь об этом, напишите, пожалуйста, обязательно, и мне будет очень интересно почитать. Третьий вопрос, как я себя чувствую до и после тренировки? После я чувствую себя просто прекрасно, обожаю чувства после тренировки. До я чувствую себя ужасно, потому что самое сложное, это тоже не очень лениво начинать тренировку, и всегда это огромная борьба с собой. Твёртое, чем я перекусываю? И во сколько? У меня нет обычно перекусов, как вы знаете, я завтракаю, обедаю и ужинаю. Сейчас я только завтракаю и обедаю, когда обед у меня очень калорийный. Но я не люблю вообще перекусы, наверное, единственное, что для меня перекус хороший, это яблоко и какой-то фрукт любой, ягоды, всё, овощами я не перекусываю. Всегда ли я самокритична? К сожалению, да, я прямо очень самокритична, но я работаю с этим последние годы, я думаю, что я стала чуть менее самокритичной, но это большая проблема у меня есть. Удобно ли мне заниматься упражнениями утром, днём или вечером? Мне вообще без разницы. Всегда зависит от моего распорядка дня, когда я делаю туду-листный день, то есть... Как это на русском? Список дел на день, это рано утром или вечером на следующий день, когда я пишу, и как мне каждый день удобнее, тогда я и делаю. Последнее время это вечером, две недели назад это было утром, вообще месяц назад это было посереди дня. Мои советы начинающим девушкам, которые хотят сбросить вес. Первый совет мой... Посмотрите моё видео «Пять советов» для худеющих. Я оставлю ссылку. И, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя, свой желудок, свою психику, потому что похудение, на первый взгляд, кажется чем-то таким очень далёким от психики, но на самом деле это может оставить очень много душевных травм. Как бы странно это ни звучало, если вы только-только входите в этот процесс похудения. Будьте максимально осторожны, не ведитесь на очень странные... Не верьте в то, что можно похудеть за один день или за неделю. Это всегда продолжительный процесс, очень огромная работа над собой. Полюбила ли я себя и кайфую ли я от отражения? Люблю ли я себя? Да, я улюблю себя. Кайфую ли я от отражения? Это всегда по настроению. Иногда бывает, что я прям кайфую, мне очень нравится. Иногда бывает, что мне очень не нравится. Это зависит от того, что я увидела на весах утром. Это зависит от моего в целом настроения. Это зависит от того, как я питаюсь в последние дни. Если я знаю, что в последние дни я плохо питалась, то несмотря на то, что в целом визуально ничего не поменялось, но в зеркале я буду видеть что-то ужасное. И также работает наоборот. Если в последние дни я занималась спортом и хорошо питалась, в зеркале, если даже визуально нет в целом особо сильного изменения, я буду видеть что-то прекрасное. Моё любимое блюдо из ПП. И считаю ли я всегда калорий? Калорий я никогда не считаю. И моё самое любимое блюдо из ПП — это салат с тунцом консервированным, с красной фасолью, с греческим йогуртом, киноа, салатные листья, огурцы и помидоры. Это самое вкусное, что я ела в своей жизни, честно. У меня скоро выйдет видео рецепты правильного питания, мои любимые, так что там я обязательно это покажу. Посоветую, как взять себя в руки и начать работать над собой. Я думаю, что самый большой совет, который я могу вам дать, который помогает мне, это сесть и поговорить с собой, так как похудение — это в первую очередь работа с самой собой, с самодисциплиной. Вам надо поговорить. Я прямо вот вам говорю, пожалуйста, сядьте, возьмите блокнот или заметки в ноутбуке откройте, или включите диктофон, или просто сядьте и вслух разговаривайте, говорите, можете записать видео и сказать, и ответить на вопросы. Вы на самом деле хотите похудеть? Я вот сейчас вставлю эти вопросы, давайте прочитаю. Это были ваши вопросы в моём телеграм-канале, на который есть ссылка в описании, я там выявляюсь очень часто. Думаю, каждый месяц в этой рубрике «Дневника похудения» я буду отвечать на ваши вопросы также. Давайте теперь пройдёмся по тому, что я в прошлом видео обещала сделать в следующем месяце, то есть в этом месяце, уже в прошлом месяце. Какие непонятные разговаривания. Я хотела купить сантиметр и посмотреть, не смотреть и на весы, не взвешиваться. Я этого не сделала, я сделала замеры только к концу этого месяца, поэтому я каждый день взвешивалась. Ужасно. Не знаю, как этим бороться. Как с этим бороться? Я хотела спать лучше. Ну, спать я, в принципе, теоретически стало больше. В прошлом месяце я спала по 4-5 часов в день, сейчас я сплю по 9-10 часов в день. Это много. Надо мне спать по идее в 7-8 часов в день. Я ложусь очень поздно и просыпаюсь тоже очень поздно. Я хотела попробовать считать калории. Я этого не сделала, потому что вообще в целом моё питание пошло куда-то не туда. В подсчёте калорий не было бы никакого смысла. И бегать по утрам. Да, я бегала по утрам, но не каждый день. И по вечерам я бегала, но не каждый день. Поэтому всё, что я не сделала, я оставляю на следующий месяц. И мы вот так суперплавно переходим к тому, что я хочу делать в следующем месяце. В следующем месяце я возвращаюсь в Астану. Моя жизнь будет абсолютно не такой, какой была в прошлом месяце или в позапрошлом месяце, потому что я в Астану переезжаю не одна, а со своим братиком и сестрёнкой. Я буду в роли мамочки. Получается, я оставляю с прошлого месяца то, чтобы купить сантиметры и не смотреть на весы, бегать по утрам, посчитать калории. И спать лучше мы оставляем. И дальше я ещё добавляю... Теперь опять вернуть свою стабильность в питании. Я записываюсь на большой теннис, регулярно ходить на большой теннис, заниматься тренировками Хлои Тинк и похудеть ещё на 2 килограмма. А ещё я хочу вам показать вот это платье. Я туда сейчас не влезаю, в это платье. Можете посмотреть, мой замок не закрывается. Я хочу в конце следующего месяца, чтобы я влезла в это платьюшко. Надеюсь, у меня это получится. И спасибо, что вы со мной. Спасибо, что смотрите это видео. Мне очень-очень приятно. Оставайтесь со мной. Напишите в комментариях, если вам нужна эта рубрика. Мне она нужна, но я боюсь. Я считаю, это такая большая ответственность. Спасибо, что были со мной. Всех люблю. Всех целую. Пока.